Приветствую вас, и я, конечно, понимаю обиду, которая вас рассказывает на протяжении всего текста. И знаете, что я хочу вам сказать. Отвечая на главный вопрос, почему родные не ответили вам правильно, почему не подобрали слов, которые бы вас успокоили. Сам по себе феномен данный свидетельствует о том, что вы с ними не так эмоционально близки, как нужно было бы, для того, чтобы слова они бы захотели подобрать, чтобы те фразы, которые они вам сказали, показались бы вам искренними, показались бы вам верными, правильными, нужными. У вас нет с ними той эмоциональной близости, может быть, того доверия. По крайней мере, с чьей-то стороны. Ну вот, если вы, например, поделились с ними, это значит, что у вас больше доверия, больше стремления к единению, чем у них. А у них этого меньше, они в этом не нуждаются. Такие люди. И это первый момент, первая причина, по которой они вам не сказали нужных слов. Потому что нет эмоциональной близости между вами настолько, чтобы подобные разговоры стали возможными. Чтобы подобные разговоры были опосредованы. Ну вот, например, если люди держатся друг от друга обособленно, если общаются только, когда дело касается каких-то моментов дел, то, естественно, ни о каком доверительном отношении речи быть не может. Следующий момент, который нужно сказать, заключается в том, что люди терзаются собственными проблемами, у них свои противоречия, у них свои цели, свои неудовлетворённые потребности, которые для них важнее сейчас. И из-за этого ваши проблемы, они не могут эмоционально взять на себя, эмоционально принять, прочувствовать. И из-за того, что у них есть свои проблемы. И этот момент уже важен. Только тот человек может понять другого, понять, сочувствовать другому человеку. У кого-либо на данный момент всё хорошо, либо, несмотря на проблемы, человек находится в гармонии с собой, либо у человека очень сильно развита воля, волевая регуляция. Человек чётко понимает, для чего ему нужно вам помогать. Человека волнует. Помощь вам. У него есть необходимые символы для того, чтобы вам помогать. Соответственно, какие-то из этих моментов отсутствуют. То есть, либо у ваших родственников нет волевой регуляции, и, соответственно, нет стимула вам помогать. Либо что-то и решит. Но факт остаётся фактом. И когда вы обижаетесь на них, когда вы говорите о том, что вот они мне не помогли, они не сказали, есть третий момент. Момент, связанный с тем, что эти люди считают, что вам этих слов будет достаточно для того, чтобы пережить проблему. И если нет, если вам этих слов недостаточно, то это означает только то, что у людей сложилось о вас несколько ложное представление. Они думают, что вы представляете из себя одного человека, а в действительности вы совершенно другой человек. и вот эта проблема, она уже как ваша, так и ваших родных. Почему? Потому что ответственность ваша, в данном случае, в том, что вы не раскрываете себя полностью. А ответственность родственников в том, что они не пытаются вас понять. И одно без другого практически невозможно. Постарайтесь понять все вот эти вот моменты, которые я вам описал. Постарайтесь их прочувствовать. Уверен, с чем-то вы не согласны. Уверен, что-то вызывает у вас противоречие. Уверен, что-то вызывает у вас сопротивление даже. Не спешите спорить, не спешите не соглашаться. Постарайтесь понять. Обида. Не смотря на то, что считается, что она естественна. Обида всегда рождается из непонимания. Я обижаюсь на другого человека, потому что я не понимаю причины его поведения. Или, мне кажется, что деятельность человека его слова, его поступки направлены на меня. Негативные. Но тут нужно понять, что негативно или пассивно поступают те люди, у которых есть либо дефицит каких-то потребностей личных, либо внутренние конфликты и противоречия, либо эти люди обладают проблемами с восприятием. то есть они силу своих природных качеств не придают значения тому, что для вас важно. И это проявляется не только в ситуации, которая с вами произошла, а это проявляется во всех ситуациях. И тогда, согласитесь, как-то не очень уместно требовать от человека, например, слов сочувствия, если этот человек вообще никому не сочувствует. Потому что он не умеет этого делать. Ну вот не умеет человек сочувствовать. его нужно сперва научить, а потом требовать. И постарайтесь это все понять, чтобы обида, которая у вас есть от расставания с девочкой не складывалась с обидой на родных обидой. Потому что когда слишком много обид, человеку очень тяжело, он может озлобиться и начать вести себя неправильно, неконструктивно и так далее. на этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его «Помогу», «Помогу»!» 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 «Помогу»!»